Сергей, расскажи пять причин, когда все-таки берут доли. Здравствуйте. Люди, к сожалению, не так богаты, чтобы купить себе квартиру в том месте, где они хотят, поэтому иногда им приходится искать какие-то иные способы приобретения жилья, ну и дальнейшего развития своей жилищной ситуации. Ну давайте первый пункт, самый понятный, регистрация, то есть покупка доли ради регистрации без целей проживания. Здесь все понятно, можно сейчас особо на этом не останавливаться. Еще варианты? Вариант второй, это приобретение комнаты для последующей сдачи ее в найм. Причем здесь, возможно, видимо, какие-то варианты, да, то есть только для себя или даже в складчину несколько микроинвесторов. Друзья, родственники иногда покупают складчину, в дальнейшем ее сдают, получают доход. И московскую прописку, все, кто вложились? То есть регистрацию их, регистрацию детей, все социальные возможности, обусловленные регистрацией. Ну и комната будет расти, вот эта, или доля будет расти в цене ежегодно, прирастать. Так, комната для проживания. Да, люди переезжают и иногда приобретают комнаты, доли, которые можно выделить в виде комнат для проживания. Достаточно практика частая. Предлагаю ручку убрать, мешает. Особенно для детей, которых отправляют на учебу куда-то в другой город. Так, большая доля, более 50% для проживания с планом выкупа оставшейся части. Насколько можно реалистично спланировать что-то вперед за других людей? Всегда можно спланировать, понимая, что есть некоторые риски. Обычно семьи, когда переезжают, они приобретают крупную долю, например, две трети в двухкомнатной квартире, в которой еще один собственник отсутствует длительное время. Либо он не нуждается в проживании, либо находится за рубежом, квартира пустует. Семья приобретает, вселяется, делает ремонт, ну и через год-два-три выкупает эту долю, одну третью в двухкомнатной, которая будет считаться незначительной долей. И последняя причина покупки доли, это такая самая сложная, самая рискованная схема. Покупка доли без проживания, но зато с рентой оставшейся части. Насколько часто это на рынке встречается? Встречается, я называю эту покупку инвестицией, когда человек приобретает не для проживания, а для того, чтобы инвестировать имеющиеся свободные средства. Он проводит переговоры с тем сособственником, который находится внутри, находит с ним общие точки соприкосновения, ну и уже дальше они выходят на, если он особенно возрастной, они выходят на ренту, его содержание, ну и с последующими всеми набором ситуаций в ренте. Итак, мы рассмотрели пять причин, зачем люди покупают доли, а не коттеджи. Теперь, какая причина наша? Мы риелторы, специалисты на рынке недвижимости, наш интерес один. Комиссия. Мы не питаемся святым духом. Разговоры про то, что вы нам не платите, мы вам бесплатно подберем. Это сказки для бедных. Обязательно риелтору кто-то должен заплатить, либо покупать, либо продавец. Поэтому наш интерес к комиссии. И тема сегодняшней встречи – комиссия риелтора на сделках с купли и продажи доли. Этот прямой эфир по традиции продлится около 15 минут, и мы разберем два вопроса. Первое – схема работы риелтора на покупателя доли. И по традиции, вторая часть айсберга – схема работы риелтора на продавца доли. Итак, наш клиент покупает долю. Давайте рассмотрим схему работы при покупке доли. Естественно, первое – риелтору необходимо выяснить потребности покупателя, что он хочет получить на выходе. Второе – это на рынке отобрать варианты, которые соответствуют тем запросам, которые предъявляет покупатель. Мы вчера провели следственный эксперимент. Мы запросили один из самых чистых и популярных порталов, где представлены доли ЦИАН. Запросили, сколько на сегодняшний день в продаже долей в Москве, Московской области, в Питере, Ленинградской области. И вот, как, Сергей, ты прокомментируешь вот эти цифры, ну и приблизительный масштаб вопроса. Покажи, насколько много вариантов-то можно для клиента найти единовременно, если мы говорим про большие города? Всего в долевой собственности примерно половина недвижимости в Российской Федерации. Если мы говорим о продаваемых долях, то в Москве мы увидим 400-450 постоянно долей в продаже. В остальных городах они пропорциональны населению. Если в Москве считаем 15 миллионов, 400 долей продается. Соответственно, пропорция во всех городах, больших и малых, одинаковая. Ну и количество комнат приблизительно плюс-минус похожее на количество долей. Я думаю, больше. Ну плюс-минус, можете сами посмотреть. Ну вот вчера мы нашли 400-450, 400 долей, 450 комнат в Москве и так далее. Сами можете нас перепроверить. Но к чему эти все теоретические изыскания вариантов много? Надо каким-то образом отсеять квартиры, которые мы не будем объезжать, потому что 400 вариантов объехать невозможно. Надо сразу выбрать по какому-то критерию, что подойдет нашему клиенту. Ну понятно, что есть параметры цены, локации. А вот дальше неплохо бы на берегу, не выезжая на объект, отсеять квартиры с конфликтами внутри. Возможно ли это сделать по телефону? Так, конечно, возможно. Как правило, на телефонные звонки отвечает либо собственник, со-собственник, либо риэлтор. И задавая достаточно последовательный набор вопросов, можно определить, что там происходит. И можно ли эту квартиру или эту долю рассматривать для дальнейшего приобретения. Следующий этап провести показы. Вот я работаю в основном последние годы в Сочи. У меня есть предыдущий опыт работы в Москве, и сейчас я иногда в работу в Москве беру объекты. И вот сделки с долями в Москве у меня бывали редко. А сделки с долевой недвижимостью в Сочи часто. Потому что в Сочи огромное количество жилых помещений, но это немножечко другое. Это юридические доли, а фактически это отдельные квартиры, просто с кривым статусом, не до квартиры. Это мы сегодня оставляем за скобками. Поэтому я, несмотря на то, что работаю с 2007 года в недвижимости, задаю Сергею вопрос. А есть ли специфика показов долей? Первое, как бы наводка. Нужно ли сначала самому посмотреть без клиента, а потом прийти с клиентом? Или сразу знакомишься с этой долей вместе с клиентом? Я думаю, более профессионально будет сначала риэлтору самому посмотреть, составить свое представление. И уже понимая, какие запросы у покупателя, можно будет под это дело проводить уже просмотры тех объектов, которые подходят. Но тогда провокационный вопрос. Продавцы, соседи в этой квартире, простите, соседи продавца, они понимают, что к ним подселится новый человек, а сейчас продавец может там уже не живет. И они заинтересованы показать, что все плохо-плохо, чтобы никто не купил. С этим как-то можно бороться? Мы исключаем доли, где существуют конфликты, где существует негатив. Мы ищем те доли, где вполне приемлемо проживать. Например, трехкомнатная квартира находится в собственности по одной третей. Все собственники сдают в найм свои комнаты, которые они определили себе для проживания. Вы покупаете третью комнату, имея одну треть, и спокойно заселяетесь в ту самую комнату для проживания, либо для сдачи ее в найм. Вот таким образом. Хорошо. Следующий шаг. Более-менее отобрали несколько вариантов, подходящих по параметрам. Опрос соседей внутри и снаружи. В двух словах, какая специфика этой процедуры? Мы разговариваем с теми, кто внутри, какая ситуация, на каком основании кто владеет, что происходит. Смотрим внешний вид квартиры и заходим на лестничные клетки к соседям. Они вам с удовольствием в вечернее время расскажут очень много про квартиру своих соседей. Что там происходит? Драки, приезд полиции или все тихо и спокойно? И завершающий этап предоплата, официальное уведомление о продаже соседей, это мы называем преимущество правопокупки, и сделка. Вот такая схема. Давайте посмотрим теперь еще раз, какие бывают запросы покупателя, схема подбора доли, которую только что рассказали, и что здесь непонятно. Ну вот, мне абсолютно понятно, что первый запрос покупателя регистрации без проживания, это не риелторский вопрос, мы это вычеркиваем. Риелтору этим заниматься неинтересно и непрофессионально. А вот комната для аренды, комната для проживания, комната с каким-то дальнейшим планом выкупа хитрым, либо у соседей, либо через ренту, это чисто риелторские четыре вопроса, да, с этим понятно. Дальше смотрим справа, схема подбора доли, истинные потребности покупателя, да, это первый шаг в любой недвижимости, пока не выяснили потребности, не начинаем работать. Отобрать все варианты по цене и по локации, это стандартная процедура. А дальше пошли вот достаточно такие вот специфические вопросы, отсеять квартиры с конфликтами, давайте другим цветом даже обозначу, провести показы не так, как мы показываем отдельную квартиру, и провести опрос соседей внутри и снаружи, тоже есть хитрости. Дальше, предоплата, преимущественная права покупки и сделки, вот преимущественная права покупки, это тоже специфическая вещь, есть нюансы, здесь нужно наводить резкость, разбираться. Теперь, внимание, вопрос за тем, кто смотрит в прямом эфире и тем, кто будет смотреть записи. Напишите, пожалуйста, сейчас вот в чатике, все ли понятно, или вам было бы интересно, чтобы мы навели резкость на какой-то из вопросов, представленных сейчас на экране. Вот лично мне не совсем понятны вот эти вот белые вкрапления, о чем я уже говорил, вот лично мне это однозначно полезно знать, поскольку с долевой недвижимостью вот в контексте покупки доли у меня сделки очень редкие. Сергей Попов, адвокат по сделкам с долевой недвижимостью, я Сергей Прокофьев, руководитель инлайн-школы Видеокнига ТВ и практикующий риэлтор в Сочи и в Москве. Итак, если вам что-то непонятно, пишите в чатике, мы его посмотрим и ответим голосом, если в прямом эфире будут вопросы, и письменно, если ваши вопросы уже, когда мы выйдем из эфира. Теперь мы работаем на продавца, схема продажи доли, действия риэлтора. Действия риэлтора похожи на схему продажи квартиры. Первое, необходимо определиться с продавцом по цене и определиться по рынку. И со своей совестью, возьмусь ли я по такой цене стартовой работать, или я понимаю, что эта цена намного выше рынка, и мне тут неинтересно. Мы говорим про адекватность продавца, понимание рынка, мы нашли какую-то стоимость и предлагаем в первую очередь соседям, садольщикам, говорим с ними устно об этом и получаем их решение да-да, нет-нет. Идем дальше. Предложить соседям. Сосед это, я так понимаю, наиболее горячий потенциальный покупатель. Логичный. Наиболее логичный покупатель. Ему в принципе это надо, вопрос, что не у всех есть на это деньги, не все как бы об этом думали, а вдруг ты приходишь и говоришь, с тебя 3 миллиона и вся квартира твоя. Вот в двух словах, какая реакция людей на предложение купить эту долю? Как правило нет. То есть отказ? Сразу нет, да. Потому что если бы они сказали да, то наверное и риелторы бы не звали, а сразу между собой как-то договорились. Именно так. Следующий шаг официально уведомить. Вот когда Сергей этот пункт внес, я говорю, подожди, подожди, мы еще покупатели не начали искать, а ты уже говоришь специально уведомить. Зачем? Мы заблаговременно уведомляем, причем делаем это через нотариуса. То есть по определенной процедуре. Да, на эту процедуру нужно примерно 38 дней. Шабалин насчитывает 32 дня, но это детали сейчас не будем. Я объясню почему 38. Не надо. Сейчас не надо. Дальше. Реклама в интернет. Ну стандартная реклама. Никаких сайтов доли мы не делаем. Никаких дней открытых дверей доли мы не организуем. Ну как обычная эконом-квартира, вот приблизительно так и рекламируем. Следующий шаг. Корректировка цены до появления звонков. Я бы еще уточнил, что выставив в паблик, выставив в интернет, мы опять-таки связываемся с садольщиками и говорим, вы знаете, мы вот выставили, цена такая-то, объявление такое-то, можете посмотреть. То есть мы как бы им... Мы с ними продолжаем общаться и работать. И мягко намекаем, что ребята продолжайте думать об этом, то что вы отказали, это не значит, что мы от вас отстали. Да, мы не скрываем, мы с открытыми картами идем к ним, цена снижается, мы опять их уведомляем, цена снизилась, смотрите. А то, что нотариальное уведомление было по первой цене, это ничего страшного? Ничего. Хорошо. Дальше. Корректировка цены до появления звонков. Вот здесь, я так понимаю, что есть отличия с квартирами, потому что в квартирах скорость снижения цены невелика, как правило. Здесь быстрее люди идут на снижение цены или нет? Как правило, быстрее, потому что это такой объект, который длительное время находился в собственности, причем в собственности такой, несколько конфликтной, как правило, там, следство, развод супругов. В силу этого цена на него будет снижаться достаточно быстро по согласованию с продавцом. Это нормально и практика именно такова. Следующий шаг. Показы. Есть ли какая-то специфика показов в доле? Да, конечно. Показывая, я полагаю, необходимо опять связываться с садольщиками, которые находятся внутри и говорить с ними, мы хотим вечером провести показ, у нас появились покупатели, поэтому, пожалуйста, когда вам удобно, может у вас интерес будет на покупку, мы вас рассматриваем тоже, мы вас не сбрасываем со счетов. Вот таким образом. Ну и по-человечески стандартная инструкция людей, которые рядом с показом находятся, пожалуйста, не готовьте пахучую еду, если можно в коридоре вот чуть-чуть там порядочек, давайте я там полы подмету. Ну вот по-человечески пытаемся сделать так, чтобы они по крайней мере не вредили. Минимально, да. Если они будут вредить, что делать? Если они будут вредничать специально, но создавать такую обстановку неблагополучности, чтобы у покупателя не было желания купить. Мы заблаговременно определяем, насколько мощный конфликт существует, или некоторая неприязнь, или безразличие. Если там конфликт, мы туда просто не идем вообще, изначально. Если безразличие, равнодушие, то, скорее всего, да, это та самая доля, которая будет продана таким образом. Ну то есть мы сотрудничаем, грубо говоря, там тортик вместе съели или им подарили, чтобы просто вот, ну, человеческие отношения. Иногда человек говорит, да мне все равно, продавайте кому хотите, я тут живу и кто-то будет рядом. Ну то есть получается, человеческие отношения, что мы их уведомляем, когда мы хотим показать, что для них это не было сюрпризом. Мы с ними тортик попили, ну, чай с тортиком. С одной стороны. С другой стороны, они понимают, что мы продвигаемся в продаже. Да, ну и плюс, мы же хотим, чтобы у нас он купил, поэтому мы тоже личные отношения пытаемся строить. Ну, по крайней мере, чтобы он понимал, что да, вот этот человек, ну, нормальный, с ним можно разговаривать. Это не какой-то там проходимец, как рассказывают про черных риэлторов. Это нормальный человек, как ни странно. Движемся дальше. Повторно предложить соседям. То есть это уже такая, получается, ну, фактически навязчивая продажа. Мы постоянно общаемся с ними, мы их информируем, мы им ничего не навязываем. Мы их информируем, выслушиваем их мнение и взаимодействуем с ними. И последний этап, предоплата, нотариальная сделка. И вот я снова позволю себе повторить вопрос. А если все-таки мы существенно снизились по цене, а уведомление официальное у нас было по цене, например, 4 миллиона, а окончательная цена сделки 2,700. Нужно ли делать новое уведомление по цене много ниже старой? Да, мы можем сделать повторное уведомление аналогичным образом. Этого будет достаточно указывать цену. Но некоторые идут путем завышения, что может быть не очень хорошо. Мы не советуем так делать, но это на усмотрение уже покупателей и продавца. Я считаю, что для того, чтобы не было брака в работе риэлтора, даже при том, что всю дорогу соседи отказывались от покупки, если мы пропустим шаг повторного уведомления, если цена изменилась вниз, то заморочка может потом прилететь, мало ли там наследство неожиданно получит. Или знаете как, чувство потери. Есть там мужчина с женщиной, встречаются, а один потом говорит, извини, я ухожу. Он сразу таким ценным становится, он же уходит. Вот, здесь то же самое. Упустили долю и потом дошло, блин, а мы могли бы потом эту, как целую квартиру продать дороже и переехать в новый дом. Или кто-то им потом это скажет. Поэтому, чтобы они не могли переиграть, мы делаем повторное уведомление. Это профессионально делает за счет клиента, не сложно, не дорого. И теперь давайте сделаем коротенький вывод. Самое главное. Итак, шаг первый. Мы работаем на покупателя. Подбор доли. Вот лично для меня непонятны вот эти пункты, отмеченные белым. Отсеять квартиры с конфликтами внутри. Как это быстро и четко понять? Провести показы, специфические показы долей, в отличаются от показов целой квартиры и дома. Опрос соседей внутри и снаружи тоже немножечко отличается, если вы занимаетесь опросами. Если не занимаетесь, то это прям особая технология. Обратите внимание, не халява. Надо наводить резкость, тренироваться, разбираться. Просто так люди в больших городах с незнакомцами разговаривать боятся. Ну и преимущественные опросы покупки. Это отдельный серьезный большой вопрос. Но сегодня он не ходит в нашу программу. Вот если вам не все понятно и требуется навести резкость, есть решение. О нем скажем через пару минут и даже зададим промокод. А сейчас давайте перейдем к работе от продавца. Продажа доли. Вот опять белым отмечено то, что мне, риелтору с 2007 года, не совсем понятно, поскольку с долями я работаю в Москве не так часто, в Сочи только с жилыми помещениями, это не совсем то. Как работать с соседями? Ну официальное уведомление, благо, я хорошо знаю, мы этому обучаем в нашей онлайн школе. Но знаю теоретически, поскольку редко этим занимаюсь. И специфические показы, повторная работа с соседями, это тоже мне не совсем понятно. Вопрос Сергею. Какая специфика работы модератором при таких сделках риелтора? Модератором вот этих переговоров, покупатель-продавец. Все зависит от того, какова ситуация внутри. Мы говорим об этом. Задача состоит в том, что необходимо являться некоторым переговорщиком, модератором между содольщиками, которые находятся внутри. Который один продает, второй не хочет покупать. И вот здесь коммуникация позволяет согласовать покупку именно внутри с содольщиками, помочь им это сделать, разложить им ситуацию, дать им понимание дополнительное. И достаточно часто содольщики выкупают сами. Это логично. И на самом деле для этого есть масса инструментов сегодня. До свидания. Увидимся на обучении в онлайн школе видеокнига ТВ. Пока.